Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео постараюсь выяснить, установится ли Windows XP на настоящий современный ПК. Это вторая часть про установку Windows XP. Если вы не смотрели первую часть, обязательно это сделайте, для того, чтобы понять, что будет происходить в этом видео. Ссылочка будет в описании. Итак, что у нас за компьютер? У нас процессор Intel i9-14900K, один из самых современных процессоров Intel на сегодня. Современная материнская плата Asus Z790H Gaming Wi-Fi, видеокарта RTX 4070, ну и современная SSD 50Express 4.0 на 2 терабайта. И так как вы помните, в первой части нам удалось установить Windows XP на настоящий современный ПК, но мы не могли ей управлять. Из-за того, что у нас на материнской плате отсутствуют разъемы PS пополам. Ну и USB драйвера 3.0 не работают. Пока я снимал видео про установку Windows 98. Одновременно с этим я решил уж добить тему с Windows XP. И поэтому я купил вот такую материнскую плату с сокетом 1700, то есть туда можно будет подключить процессор 14900K. И смотрите, в нашей материнской плате есть два разъема PS пополам. То есть если у нас получится сюда установить Windows XP, то мы сможем ей управлять. Итак, наша современная сборка для Windows XP готова. Здесь можно заметить карту 4070, там у нас процессор 14900K. Материнская плата с разъемами PS пополам, для того, чтобы у нас была возможность управлять системой. Здесь еще стоит NVMe диск, просто с этого ракурса камера его не видно. Да, мы еще будем устанавливать Windows XP на SSD, причем NVMe. Что еще у нас тут? Сразу подключена турбофлешка с винтой в разъем USB 3.1. Записываться будет все с помощью карты захвата. Авермидия, ссылки на все эти комплектующие будут в описании. Все, что нам осталось сделать, это включить компьютер. Включаем блок питания. Все, что нам нужно сделать, замкнуть вот здесь два контакта. С помощью одной из самых лучших отверток на земле. Вот все, мы включились. Так, смотрите, вот у нас BIOS материнской платы на чипсете H610. Ну и теперь я просто могу переключаться со вторым компом через переключение HDMI. Вот у нас остальной комп. И вот устройство захвата видео. С помощью ABS я буду записывать весь процесс. Ну и точно так же можно будет переключиться обратно на 14900K. Итак, заходим в boot меню и выбираем нашу турбофлешку с винтой. Естественно, в режиме KSIM. В UEFI этот образ Windows XP установить не получится. Итак, ну что, выбираем наш современный образ Windows XP винтой и грузимся с него. Ссылку на этот образ вы сможете найти на моей страничке в Boosty. А так же все необходимые инструкции. Там есть плата и подписка, вы можете поддержать канал. Все деньги пойдут на создание контента. Ну а так же вы сможете получить ссылки на все необходимые файлы и подробные инструкции. Ну что, поехали. Так, здесь нужно просто нажать кнопочку старт, либо дождаться вон окончания времени. Выбираем язык. Я выберу 32-битную систему по той причине, что, ну, с 64 могут быть проблемы. Об этом, конечно, тоже будет отдельное видео. Я читаю ваши комментарии. Вы просили установить Windows XP X64 на современный ПК. И это видео будет. Но пока здесь, чтобы было меньше проблем, лучше выбрать 32-битную операционную систему. Нажимаем далее, соглашаемся с протоколом. Так, расширенный режим Advanced. Так, и здесь, смотрите, у нас исправно отобразилось, что наш NVMe диск. Выбираем наш NVMe SSD и жмем кнопку «Далее». Все, у нас начинается установка. И, как вы можете заметить, установка очень быстрая. Ну, все потому, что мы, во-первых, используем винтой с NVMe диском. У нас там бешеная скорость. Плюс все это дело подключено к разъему USB 3.2. И поэтому мы получаем очень быструю установку Windows XP. Здесь и торопитесь. Тут может вылезти командная строка. И вот, например, я первый раз спутал, увидел тут какую-то ошибку. Думал, что что-то не идет. Нужно просто дождаться окончания. Итак, у нас продолжается установка. Пошел у нас, получается, второй этап. Так, здесь нужно выбрать Windows XP Legacy. Сейчас, можно заметить, с помощью Sniped Driver у нас устанавливаются драйвера. Самое удивительное, конечно, что каким-то чудесным образом это возможно проделать даже с NVMe диском. То есть у нас, по идее, далее в системе будет отображаться NVMe диск. Так, теперь будет несколько перезагрузок. Итак, мы дошли до того момента, где застряли на современном компьютере с процессором 14900K. Ну, а точнее, с материнской платой, где установлен чипсет Z790. Там, из-за того, что у нас не было разъема PS пополам, а также, естественно, драйверов USB 3.0, драйверов чипсета, у нас ни одно устройство, кроме видеокарты, не работало. Здесь же, благодаря тому, что на материнской плате есть разъем PS пополам, смотрите, мы, наконец-то, можем управлять мышкой. Это произошло. Продолжаем установку. Нажимаем ОК. У нас появляется прелестное меню Windows XP. Нажмем Далее. Давайте научимся пользоваться мышкой. Так, я думаю, мы можем это продолжить. Далее, Next. Странно, но почему-то видео тормозит. Видимо, из-за отсутствия драйверов на 4070. Нажмем Далее. Далее. Вводим имя. По идее, здесь должна играть музыка. И мы это сделали. Для начала проверим свойства моего компьютера. И что мы имеем? Мы имеем процессор Intel A9 14900K в Windows XP. Так, у нас всего лишь 2 гигабайта оперативной памяти. Ну, стоит то же самое ограничение, что и в Windows 98. Хотя, чему тут удивляться, мы же установили еще 32-битную операционную систему. Что касается видео. У нас тормозит изображение. И все лишь потому, что не существует драйверов в Windows XP для 4070. Там, если я не ошибаюсь, даже, по-моему, для 7-ки нет драйверов. Поэтому, что мы будем делать дальше? Ну, просто возьму и поставлю сюда видеокарту на виде GeForce 8400GS с объемом 1 гигабайт. Как можно заметить, здесь у нас есть драйвера для Windows XP. У нас возникают очень сложные проблемы. Потому что драйвера на видюху почему-то не устанавливаются. Причем, я поставил сюда даже более старую видеокарту 8600GS. И на ней происходит все то же самое. После установки драйвера у нас происходит перезагрузка. И она становится цикличной. Скорее всего, дело тут, в драйверах чипсета, которые установил Snappy Driver Installer. Может быть, дело в образе. Очень печально, видимо, данный образ требует доработки. Там уже, скорее всего, вышла следующая версия. Поэтому решил, так сказать, действовать по старинке. Я возьму обычный оригинальный образ Windows XP и интегрирую туда драйвера HCI от Fernando. Если вы смотрели первую часть, вы помните, что система-то у нас запустилась. Просто не работали USB порты. Но из-за отсутствия PS пополам, невозможно было управлять системой. Правда, единственное, там мы не сможем использовать NVMe диск. Но для Windows XP, я думаю, и обычного SSD хватит с запасом. Но для этого нам понадобится CD-ROM. Потому что если мы пробуем сбустить установку образа с интегрированными HCI драйверами, с турбофлешки, то вылетим в ошибку 7B. Выбираем CD-ROM. Не забываем нажимать клавишу F7 при установке. У нас появляется привычное меню установки. Отлично, все работает. Нажимаем Enter и выбираем наш SSD-диск. Так, ну это уже гораздо лучше. У нас все успешно установилось. Давайте проверим свойства моего компьютера. У нас все то же самое. Это процессор ID14900K. Память отображается точно так же. Идем дальше. Пробуем открыть CPU-Z. Посмотрим, сколько у нас отображается ядер. Ну, слушайте, довольно-таки неплохо. У нас показывает 24 ядра и 24 потока. В каком-то смысле можно сказать, что все работает почти в полную силу. Правда, частота у нас только 3200 МГц. Так, идем дальше. Сделаем в раздел материнская плата. Ну, тут у нас все то же самое. Давайте проверим память. Здесь все то же самое. Перейдем в раздел графика. И смотрите, здесь нам удалось установить все драйвера для NVIDIA GeForce 8400GS. Почему это не получилось в образе Windows XP для современного ПК? Ну, возможно, Snappy Driver Installer установил какие-то некорректные драйвера чипсета. Вот, хотя я пробовал все это дело удалить, но там ситуация не менялась. Здесь все работает исправно. Идем дальше. Перейдем в раздел бенчмарков. Запустим, бенчмарк. У нас появляется вот такое значение. К сожалению, мы не можем его почему-то сравнить с другими. Значение явно ниже, чем будет на Windows 11. Вот, кстати, вам картинка для сравнения. Что касается драйверов. Вы не поверите, но удалось установить практически все драйвера. Даже на PCI-Express сетевую карту и встроенную сетевую карту тоже. То есть у нас есть интернет. Вы можете себе представить. Ну, все потому, что это не Intel, производитель сетевой карты, а Realtek. Realtek уже давно производит сетевые карты. И, видимо, какие-то старые дрова там к современным адаптерам подходят. Это, конечно, очень классная новость. Единственное, что не удалось установить, это драйвера на USB. Потому что тут стоит USB 3.2. Если в образе Windows XP ESD для современного ПК эти драйвера есть, здесь у нас их нет. Возможно, их даже можно как-то, наверное, перенести сюда, и все заработает. Но мы просто можем воспользоваться вот таким USB адаптером PCI-Express, который, кстати, здесь исправно определяется. К слову, на материнской плате современного ПК Z790 у нас вообще никакого устройства, подключенного в PCI-Express, не определялось. Здесь все как бы заработает, если мы захотим подключить сюда USB. Также часть драйверов чипсета удалось установить от драйверов под Windows 10. И у нас даже есть звук, который, конечно, выводится не через звуковую карту, а через HDMI. Что тоже, в принципе, нас очень радует. Единственный минус, что мы сюда не можем подключить NVMe диск. Ну, он здесь не будет определяться, и установка даже не запустится. Ну, во-первых, оно особо тут и не надо, потому что и так на обычном SSD все летает очень быстро. И второй момент, ну, в образе Windows XP ESD для современного ПК, там же все работает. То есть, в принципе, это возможно сделать. Я думаю, нужно просто будет дождаться более, так скажем, стабильную версию Windows XP ESD, и там уже проблем будет гораздо меньше. Итак, так как мы можем использовать интернет, я скачал современный браузер Supermium для Windows XP. В принципе, здесь он отлично работает. Давайте даже пробуем зайти на свой канал, пока YouTube работает. Такие вот предыдущие видео про Windows XP. В принципе, работает все очень быстро и без каких-либо проблем. Странно, что YouTube прогружается, потому что сейчас с ним проблемы. Ничего не вылетает, как это было в предыдущем видео. Видимо, все-таки в сборке там что-то изменили, добавили, либо я что-то сделал неправильно в предыдущем видео. С помощью данного браузера можно будет полноценно использовать интернет даже на Windows XP. Что касается быстродействия, работает все очень быстро. Практически моментально вот я открываю мой компьютер, открываю браузер, захожу на YouTube. Происходит все практически моментально. Да, вот бы мой первый компьютер работал с такой же скоростью на Windows XP. Также закачал массовый автобернер для того, чтобы посмотреть, какой FPS будет в играх. Но, к сожалению, Riva Tuner у нас выдает ошибку. Просит отправить отчет об ошибке. И все это повторяется постоянно. Идем дальше. Сюда закачал игры. Это у нас GTA Vice City, Half-Life и Wheel Rock. К раз того времени. Посмотрим, как они будут работать. Давайте начнем с GTA Vice City. Если вы смотрели первое видео про установку Windows XP на современный ПК, где был процессор 9900K, вы могли помнить, что там у нас изменилась физика игры. В принципе, здесь происходит все то же самое. Посмотрите, как он двигает машину. Связано это с тем, что старые игры, видимо, были привязаны к FPS. И чем больше его количество, тем быстрее происходят события в игре. Ну и, как я понял, это влияет, например, на повреждение машин. То есть, смотрите, что я с ней могу сделать. Вообще, могу ее уничтожить. Давайте попробуем с этой. Вот смотрите, что происходит. И сейчас она вообще загорится, скорее всего. Да, да, смотрите, это уже произошло. Надо бежать отсюда. Как я понял, это все от большого количества FPS. Которые, к сожалению, мы здесь посмотреть не можем. Но я думаю, оно явно больше 100. Вы не поверите, но я эти коды все знаю наизусть. Professional Tools, Nutter Tools, GetHelvery Fast Indeed. GetHelvery Fast. В общем, рука помнит до сих пор. Если что, мы, когда начинали только играть в GTA Vice City, там в игровых, вот даже были вот такие листочки. Ребята с ними ходили и вводили коды в игре. Насколько все поменялось, да? Так, ну в основном у нас все работает исправно. Единственное, только Томми стал более сильным. Так, идем дальше. Давайте пробуем запустить Half-Life. Топ-игру 2004 года. Тогда это был просто какой-то прорыв. Не знаю, у нас все работает исправно. Никаких приколов как в Vice City не наблюдается. Правда, немножко подтормаживает. Такое ощущение, что видюха не вывозит. Я тут один гигабайт. В общем, очень странно. И настройки у нас не максимальные. Неужели 8400GS не вывозит даже Half-Life вторую? Действительно, смотрите. Тут уж точно дело не в процессоре. Кстати, мы по приколу в школе, когда нам было 16 лет, переозвучили первые две главы. К сожалению, этот перевод, он был утерян. Наверное, сейчас это выложить было бы очень смешно. В общем, все отлично. Пойдем дальше. Попробуем запустить в BillRock. Но ничего не работает почему-то. Ошибка какая-то связанная с видео. Хотя все драйвера установлены. Потом в библиотеке C++, DirectX. В общем, очень странно. Даже есть вот вторая версия, она тоже не работает. Та же самая ошибка. Идем дальше. У нас еще остался Pain Killer. Pain Killer. И он запускается, по всей видимости, без проблем. Да, все отлично. Если вы смотрели первое видео про установку Windows XP на 9900K, вы помните, что у нас была вот такая ситуация. Опять же, из-за большого количества FPS. Здесь, смотрите, такого нет. Сейчас FPS довольно-таки высокий. Самые низкие настройки. И ничего не происходит. То есть, все стандартно. Возможно, это связано как-то с дополнительными ядрами. То есть, если у нас на 9900K всего 8 ядер, то здесь, помимо этих 8, есть еще дополнительное. Ну и частота у нас занижена. Ну что, у нас еще одна победа. Windows XP отлично работает на процессоре 14900K. И здесь у нас ситуация даже лучше, чем было на 9900K. Все ссылки на образы и подробные инструкции будут на страничке в Boosty. Напишите в комментариях, какую следующую аббрационную систему установить. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.